27 августа письмо называется хотим не хотим повторять 10 раз не вижу как зовут алилия юлия и евгений добрый день здравствуйте или огромное человеческое вам спасибо за все за все что вы делаете даже то что платно по вполне приемлемым ценам а самое главное все что вы делаете это очень ценное и без воды спасибо у нас девочка три с половиной года в меру активно любознательно любит а гримасе чешутя жизнерадостные в общем и в целом она у нас чудо но есть моменты когда я с трудом себя сдерживаю потому что не знаю как себя вести в последнее время дочки приходится по много раз повторять одну и ту же просьбу например приходим с прогулки я переодеваюсь мой руки и иду на кухню либо чтобы готовить либо разогреть и году дочка снимает только обувь и куртку бегает то за котом то за игрушками джинсах и кофте я и многократно повторяю многократно повторяю три раза родитель должен повторять на треть на четвертый раз сикануть потому что вас не слышат не слушают и вы должны принять кардинальные какие-то меры чтобы вас услышали не многократно нет тогда вы просто попка дурак простите который бы вы где-то фонит на втором плане и и чё то так я и многократно повторяю что надо переодеться и вымыть руки только потом играть это это только один из примеров таких течение дня может быть несколько могу много раз звать есть она но это ваша граница это ваша дисциплина она послушается если я на нее рявкну и скажу строгим тоном но вот видите когда вы сиканули значит сикануть нужно на второй на третий раз они нам на пятьдесят пятый и скажу громким тоном что я сейчас разозусь если она не приоденется либо если напомню что она сядет на стульчик если не выполнить на просьбу ну граница ваша проверяет эти ваши границы видите шатки они непонятные вот она из вас веревки ты бьет отдельный стульчик для наказания сидит пока не объяснить причину обычно это несколько минут но дело в том что я не хочу рявкать и не хочу манипулировать наказанием стульчиком я хочу чтобы она приучилась сама к тому что если мы приходим с улицем то надо сразу переодеться если я зову на ужин надо мыть руки и сесть за стол а мне приходится много но вы же и сами приучили что вы многократно говорите и только после многократного гав 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 и когда вы сиканули тогда начинать действовать но сиканите с первого раза со второго что ждете то вы как бы воспитали ее вот так а мне приходится многократно повторять либо самую брать ее за руку и все делать с ней такое поведение у нее около месяца я не хочу чтобы она закрепилась мы сможем переживаем что в школе также будет и ей повторять что в школе также будем ей повторять учи уроки учи уроки что мы делаем не так как помочь ребенку с самодисциплиной или что это это просто дисциплина без самодисциплины и это слетевшая дисциплина в доме скажем так потому что вот ребенок естественно будет делать то что ему хочется а хочется ему играть бегать и скакать правило конечно никакие обязанности выполнять трудовые там не хочет вот и он проверяет значит если он вот сегодня повзрослел и принял решение чуть мать мне все время заставляет вот раздеваться убирать вечно на на место значит и думать ну вот он позрослел у него появилось побольше возможностей мышления и он подумал что чуть мать не заставляет я пожалуй к откажусь и вот если когда ребенок отказывается что-либо делать ранее выполняемые до обязанности и родители начинают уговаривать или ну ладно давай это завтра держишь не сделаешь или вот 50 раз говорить ночью не сиканули тут сразу же сказать ты чё нюх потерял это твои вещи их нужно убрать на место не уберешь на место не будет ни кота ни игрушек не завтрака ни ужина ничего не будет вот то есть если бы родитель жестко показала свое отношение к не выполнению каких-то там трудовых обязанностей то ребенок бы встал обратно свою ступень сказал ну что-то вот это как-то говорится тут без попутал до мать вернул на круги своя и пошел опять выполнять свои обязанности в том же духе через месяц конечно через два он опять проверит эти границы потому что он повзрослел и почувствовал силу уверенность он опять попробует их сместить но нужно будет опять поставить на место и тогда на 5 на круги свои вернется вот без путать будет каждый месяц точно так вот а если родители вот здесь как-то мягко себе повел и ребенок раздвинул границу то он сидел в таком каждом скажем так манеже и вдруг он тут нащупал какую-то брешь в манеже можно вылезти там как хочешь походить и если это брешь мать пропустила вот эту границу позволила больше чем дозволено то вот он вылез на второй круг и уже давай рулить но так его образно запихнуть его туда обратно очень сложно вот в эти вот границы опять в эту брешь его запихнуть эту брешь закрытие сказать знаю что давай как было будем делать но это сделать нужно поэтому вы не сто раз объясняете не 50 раз говорите вы просто в какой-то момент придумывайте какое-то правило значит девочка большая можно и по хихикать уже поражать и что-нибудь придумать такой забавный как у нас была бородатая тетка да вот например но то есть она не тот момент нужно делать когда вот правило нарушено а заранее огласить вот зайка мне очень нравится когда мы приходим с прогулки ты сняла сама обувь там одежду убрала помыла руки и после этого всего тратата перечислено ты идешь с котом играть и там что-то еще делать и мне очень не нравится когда ты сняла только ботинки куртку и в уличной грязной песочной одежде побежала по квартире тратата то там перечислили я не хочу ругаться и наказывать тебя бить там или что-то еще я хочу чтобы этого с первого раза исполнялось давай договоримся если ты не исполнишь то ну и придумывайте что неделю без мультиков две недели без кота четыре дня без любимой игрушки остаешься без обеда ну что но кардинально да кажется страны что это все садистское и негуманное но надо же показать весом попутанным ребенку что он вышел как бы за границы вышел не на свою территорию ему там не место что нужно обратно поставить он из вас веревки вьет и вам нужно свить из него и веревки чтобы его водрузить на место а вот руль взять нужно кардинально прям шоково и что-то прям такое вот и исполнить это и вот она да я согласна неделю без мультиков и вот она побежал в уличной одежде гулять заходите говорите за и помощь и тебе мы договаривались с тобой я тебе говорил я такая прям я авторитарная помнишь мы с тобой договорились что если ты одежду уличную не снимаешь пошла в игрушки ты неделю без мультиков что он такая она она знает что она вас прогнет все я убираю все мультики вытащили провода из всех бытовых этих приборов которые показывают мультфильмы или сами приборы если они мобильны убираем в недосягаемости и ровно неделю она у вас еще полчаса скачет в одежде вы молчите ничего не говорите какой-то момент он там допустим наигралась пошла там мыть руки есть так далее все все как обычно и когда мозг вспоминает что а надо посмотреть мультфильм в поиске нету гаджета мам где но ну что договорились я убрала но отдай мне и вот неделю за вами будут ходить если у вас железные нервы его настроенные показать кто в доме хозяин то вы действительно неделю выдержите если вы тряпка простите в кавычках а у мото большинство тряпок и я тоже тряпка меня постоянно периодически встряхивать как оденка за шкирку вот те товарищи потому что любовь затмевает глаза к детям вот если вы тряпка сдадитесь через день то правило будет не усвоенное вам опять будет в джинсы грязных бегать по квартире все все мне настроим муж более строгий на дочка со всеми так себя ведет муж работает из дома я езжу на работу и дочку вижу 16 до 21 когда они дома одни в будни муж говорит что дочка играет сама со своими игрушками только иногда может подойти с каким-то вопросом у нее есть и дневной и ночной сон запает легко и спит слава богу хорошо мы конечно с ней другую подругу очень скучаем я вышла на работу когда я был два с половиной через неделю дочка должна пойти в сад надеюсь и там будет интереснее и веселее может быть но я боюсь упустить время для решения и наши проблемы многократное повторение это решается одним разом один бах и все не занавна за беременность первых без осложнений так а нам здесь не нужно это воспитательные задачи были по натуре чувствительно осторожен рядом с мамой папой со всеми будет была болезнь заигрывать но близко к чужим не подходит угощение чужих без нашего разрешения не берет боится звука перфоратора если вы включили соседи закрывает уши с криком бежит к нам на площадках на новые вершины в кавычках сначала лезет только сам с моей поддержкой руками поддерживаю когда она куда-то лезет так привыкнет как привыкнет не позволяет подходить дальше лазит сама ну все по книжке кажется все важное описал извините если было много лишнего не знала что именно может пригодиться спасибо большое заранее за ответ лилия ну все по ходу уже не тут ответили границы дисциплина если выставили дисциплину правила котя . мы едем спасибо дорогой я тебе люблю дисциплина в общем дисциплина без труда не получится говорится рыбку из пруда не выловишь без труда что-то скомкала выше рыбку без труда да если хотите чтобы дисциплина не срывалась то за эти дисциплины нужно следить и не раз не допустить бреши вот в этом скажем так на манеже вот как только допускаете брешь конечно же в эту брешь пролезет хищника это хищник который каждый месяц будет проверять на прочности то это да где куснуть и обязательно вырваться у него задача сломить родителей вырваться на свободу это будет всегда и в пубертате и не пубертате это будет всегда готовьтесь 27 августа не хотим повторять 10 раз не повторяйте три раза найдите пожалуйста видео где про три раза их там несколько три с половиной года ответили